Одесские медики не от ложки принимают до тысячи вызовов в день, но не хватает бригад. Добраться к пациенту за 10 минут мешают автохамы на дорогах. Лекарственных препаратов хватает, но не хватает оборудования. С какими проблемами сталкиваются врачи скорой помощи и чем живет одесская экстренная медицина, далее в сюжете. Экстренная медицинская помощь, служба дорогостоящая и постоянно требует больших вложений. В первую очередь станции испытывают серьезный кадровый голод. В Одессе должно быть не менее одной бригады на 10 тысяч человек. То есть 1 миллион одесситов должно обслуживать не менее 100 бригад скорой помощи. Однако их сегодня всего 74. Из заявленных 10 минут прибытия карета неотложной помощи может существенно задержаться. Достаточно большое количество было вызовов, связанных с высокой температурой. И мы физически не успевали со всем этим, но по возможности стараемся максимально придерживаться этим нормативом. Улучшение требует и техническая база, а именно современные автомобили скорой помощи, укомплектованные необходимым оборудованием. Ведь от этого зависит жизнь человека. Проблема ресурсная. Это прежде всего нам нужно увеличивать количество качественных автомобилей скорой помощи, которые действительно соответствовали. У нас есть необходимость, соответственно, с увеличением этого парка автомобилей и правильно оснащенного. Это требует соответствующего обучения медицинского персонала. Одна из главных проблем – учреждение, куда скорая привозит пациентов. Плачевное состояние больниц, как показала практика, совершенно не волнует городскую власть. Ведь подаренную меценатом, Аднаном Киваном, больницу скорой помощи, мэрия отдала в аренду частной фермы. Больница скорой помощи, больница, которая могла бы оказывать интенсивное лечение, нужна городу. Это вопрос, прежде всего, к тем структурам и органам, которые формируют медицинскую политику на территории конкретно взятого региона. Это местные власти. Каким образом они это реализуют – это их решение. Любое современное новое учреждение, которое гармонично впишется в структуру лечебных учреждений города, области, всегда будет востребовано. Совершенно новая современная больница скорой помощи заброшена и постепенно разрушается. А ведь здесь ежедневно могли бы спасать сотни жизней.